Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я хочу вам показать свою коллекцию парфюмов. Уже наступила осень, стало холодно и лично мне сейчас как никогда хочется надушиться чем-нибудь вкусненьким. Я хочу вам показать сегодня ту коллекцию, которая у меня есть, те парфюмы, те ароматы, которые я люблю всей душой, и объяснить, чем же они мне так нравятся. Так что, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть это видео, а мы поехали! И мой любимый аромат это локситан вербена. Именно вербена, а не цитрусовая вербена, потому что есть целые две версии этого аромата. Мне нравится оригинальная вербена. Верхние ноты у этого аромата это лимон и апельсин, ноты сердца это вербена и пятигрен, ноты шлейфа, роза, герань. Не чувствую я никакой розы и гераньи, честно говоря. Единственное, что я очень чувствую, это лимон и вербену. И это настолько потрясающий запах, я просто буквально схожу от него с ума. Мне настолько сильно нравится аромат. Раньше у локситан еще была миниатюрка этого парфюма, и я таскала его с собой постоянно в сумочке, и была просто нереально счастлива. Сейчас почему-то у них больше нет миниатюры, есть только полноразмерная версия. Так что я пока что с нетерпением жду, когда я закончу свои предыдущие ароматы, хотя бы один-два, чтобы купить этот новый. Еще один аромат, который я тоже очень люблю, это вот такой вот аромат от Givenchy Life Irresistible Blossom Crush. Это тоже очень легкий, очень вкусный аромат. Он подойдет, наверное, больше всего для лета, для весны, потому что у него такой легкий цветочный шлейф. Этот аромат именно цветочный, в нем чувствуется роза и чувствуются пионы. Он подойдет для абсолютно любой девушки, потому что он настолько, с одной стороны, и вкусный, и с другой стороны, ненавязчивый, что с ним просто, на мой взгляд, нельзя промахнуться при выборе парфюма. В общем, очень классный парфюм. Я его купила прошлой весной или даже летом, и, как видите, за год он у меня закончился даже больше, чем наполовину. А это, я думаю, говорит о многом. Третий аромат, который я тоже люблю всей душой, это вот такой вот аромат от Hermès. По-моему, это ревень, но я могу ошибаться в названии, извините. В общем, это очень интересный и необычный запах. Это запах не для каждой девушки, предупреждаю сразу. Но если вы хоть раз понюхаете этот аромат, то я уверена, вы прочувствуете то, что прочувствовала я. Это очень необычный аромат. Он не похож просто ни на один другой. Вот если есть такие ароматы, которые носит буквально, ну, каждая вторая девушка, то вот этот, это более интересный вариант, который вы не встретите, наверное, ну, практически нигде больше. А необычен этот аромат тем, что он пахнет именно вот как ревень. И здесь, насколько я понимаю, есть еще нотки белого мускуса. Но как пахнет белый мускус, я, откровенно говоря, не знаю. Но то, что я здесь чувствую, мне очень сильно нравится. Этот запах, скорее всего, не для девочек, он не для школьниц, по крайней мере. Но для тех, кто уже, по крайней мере, поступил в институт, и для девушек еще более старшего возраста, я думаю, это отлично подходит. Однако у этого аромата есть все же один минус, который заключается в том, что он не очень стойкий. Его приходится наносить довольно-таки много, прямо-таки с ног до головы. И тогда, в общем-то, этот аромат гораздо лучше держится у вас на вещах и на теле. Но с учетом того, что здесь достаточно большой объем, то это абсолютно не проблема. Я им, как видите, пользуюсь довольно-таки много, как я и описала. Я его много на себя выбрызгиваю. Но при этом, видите, его закончилась только половинка. То есть он вообще, он какой-то незаканчиваемый, на мой взгляд. В общем, очень интересный аромат, и для тех, кто любит что-то необычное, я думаю, вот это очень даже понравится. Еще один очень необычный аромат, это вот такой аромат от Montal, который называется Fruits of Musk. Это тоже крайне необычный запах, просто вообще капец какой необычный, я даже так скажу. Это пахнет действительно каким-то мускусом. Это очень привлекательный запах, но при этом он все же капельку тяжеловат. Его ни в коем случае не надо брызгать на себя обильно. Там буквально вот пара пшиков, и этого достаточно. Этот аромат очень сильно держится на ваших вещах, но при этом у него, знаете, у него остается такое немного даже сладенькое какое-то послевкусие. И когда проходит уже, наверное, часа 3-4 после носки этого парфюма, я, например, могу понюхать то место, куда я его брызнула, и я чувствую что-то настолько привлекательное, настолько немножечко сладенькое, что вот прям за душу берет. Очень классный аромат. Опять-таки, он тоже не для молоденьких девушек, и он тяжеловат. Я бы на лето его не рекомендовала совсем. Он больше подойдет на более холодное время года, потому что этот аромат, он, знаете, он какой-то как будто бы обволакивающий. Он как будто бы обволакивает себя какими-то специями, каким-то теплом, и от него просто хорошо. Еще один аромат, который тоже в ближайшее время не покинет мои полочки, это аромат от L'Avique Amethyst. Вот это уже очень яркий такой сочный ягодный запах. Верхние нотки у этого парфюма это смородина черная и ягоды черники. Ноты сердца это белый пион и дикий перец. Иланг-иланг также, и некий аккорд лепестков дикорастущей розы. И базовые ноты это восточный мусус и ваниль. В общем, это что-то очень интересное. Это именно ягодный запах. Он не пахнет котиками, как обычно говорят про запах черной смородины. Это пахнет очень приятно. И это пахнет чем-то нереально сладеньким. В общем, это аромат на лето, на теплую погоду. И это также аромат на то время, когда хочется вернуть какое-то былое тепло. Иногда хочется, знаете, в холода тоже им надушиться и ходить вся такая себе настолько приятно пахнущая, что вот возвращается действительно воспоминание о солнце, о летних краях, а возможно о каком-то цветении на грядках каких-то ягод. В общем, очень классно. И когда я душусь вот этим вот ароматом, у меня, например, на работе клиенты часто спрашивают, от кого так пахнет, чем так вкусно пахнет? И я вся из себя сижу такая довольная, потому что, а это я. Это я, это от меня так пахнет. Теперь давайте перейдем к остальной моей коллекции, к которой я отношусь уже более спокойно. Недавнее мое приобретение это вот такой вот аромат от Guerlain Aqua Allegoria. Это вариант какая-то перогранита. Могу ошибаться в произношении, так что извините. Вообще у этой серии Aqua Allegoria очень много разных ароматов, и я сначала хотела приобрести с мятой или с лимоном. Но с лимоном я решила не брать, потому что я потом лучше возьму L'Occitane Verbeno попозже. А с мятой, ну честно говоря, моему молодому человеку мята не очень понравилась, и поэтому я как-то засомневалась в том, хочу ли я брать мяту, и взяла в итоге этот аромат. Это приятный аромат. Он, знаете, он больше похож на фруктово-цветочный, и верхние ноты у него это сочный грибфрут, лимон и медовая сладость бергамот. Ноты сердца это сладкая груша и османтус, а базовые ноты это дубовый мох и белый кедр. Вот какие-то странные базовые ноты, лично я их, честно говоря, не чувствую вообще. Для меня это больше цветочный запах и, возможно, совсем чуть-чуть грибфрут. Но запах грибфрута там, на самом деле, ну не очень сильно выраженный. В общем, это приятный аромат, но лично на мне он как-то чуть хуже раскрывается, чем я хотела. Я его пробовала в магазине, и на тестере у меня просто вот какой-то был взрыв, наверное, эмоций. Настолько приятный и сладкий запах был, а непосредственно, когда я купила сам аромат, ну как-то он на мне так не чувствуется. В общем, не стал он моим любимцем, он приятный, но нельзя сказать, что у меня тянется к нему рука. Еще один аромат, который я тоже купила когда-то под влиянием, ну, наверное, какого-то лета и тепла, это вот такой аромат от Hermes. И это груша, это просто-напросто настоящая груша. Это очень сладкий, очень летний и приятный аромат. И несмотря на то, что это настолько приятный сладенький аромат, рука к нему вот хоть убей, не тянется. Но слишком, наверное, он, на мой взгляд, наверное, слишком навязчивый и слишком он на мне как-то сильно чувствуется, поэтому у меня к нему рука не тянется. Еще один аромат, который мне на самом деле нравится, но которому просто-напросто последнее время рука не тянется, это вот такой вот аромат от Versace. Это приятный аромат, он больше скорее немного травяной и чуть-чуть фруктовый, нежели чем чисто травяной. В общем, аромат приятный, но мне кажется, я просто им в какое-то время слишком много пользовалась, и теперь у меня к нему рука не тянется. Если разбирать аромат, то верхние ноты здесь это сицилийский апельсин, гранат и бергамот. В нотах сердца здесь жасмин, пион и лимон, и также здесь сандаловое дерево, мускус и аброксан, чтобы это не значило. В общем, аромат приятный, аромат классный, вот полностью могу его советовать, но просто у меня к нему уже не лежит душа, к сожалению. И последние два аромата, которые есть у меня в коллекции, это два еще вот таких вот манталя. Вот этот манталь мне подарили, напишу здесь название. У него чисто такой, знаете, травяной запах, и он, ну, наверное, просто-напросто не совсем мой. А второй манталь я уже покупала сама, он называется Wild Pierce, это то есть дикая груша. И, ну, честно говоря, он приятный, но он слишком тяжелый, он слишком навязчивый, и поэтому я им, к сожалению, не пользуюсь. А это была вся моя коллекция. Обязательно пишите мне в комментариях, пробовали ли вы какой-то из этих ароматов, и нравится он вам или нет. А также обязательно пишите, какими ароматами пользуетесь вы сейчас, и какие из них ваши любимчики. Мне лично будет очень интересно это прочитать. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!